Добрый день, уважаемые зрители! Я, Пантин Игорь Николаевич. Представляю вашему вниманию нашу героиню Аюпова Ирада Хафизяновна, которая рассуждает о сути креативных индустрий. В реальности до начала промышленной революции 18-19 века, когда появляются первые машины и появляется такой унифицированный процесс производства, очень много в наших старинных городах было построено на креативных или творческих производствах. Мы, вот буквально вчера, я бывала в Булгаре. Булгар тоже у вас был в ролике, вы его видели. Вообще, очень интересная история. Мы сейчас не понимаем, для чего реки нужны были. Для России реки нужны были в первую очередь как транспортная артерия, потому что летом можно было доплыть на какой-то лодке или еще судне каком-то, а зимой это были хорошие такие скованные льдом дороги, по которым можно было проехать на санях. Так вот, очень много городов на самом деле, но не только на территории Республики Татарстан, но и в целом России, да и в мире они находятся на водных артериях. И Булгар — это один из тех городов, которые у нас тоже находятся на берегу реки. Татарстан еще называют территорией четырех рек — это Волга, Кама, это Вятка и Белая Агидель. Но на самом деле рек у нас больше, и тем не менее, вот хотелось бы обратиться в Волжскую Булгарию. Почему я обращаюсь в своем выступлении к Волжской Булгарии? Потому что на самом деле те кейсы, о которых я буду рассказывать, они были брендами, как сейчас можно модно говорить, вокальными брендами Волжской Булгарии. Булгар. И мы будем с вами сегодня... Я расскажу сегодня про два кейса — про кожаную мозаику и про серебро, про ювелирный промысел. Так вот, все эти замечательные технологии, они пришли к нам из тех далеких времен, когда городов на самом деле в мире было не так много, а вот три города на территории Татарстана — Булгар, Беляр и Сувар. Беляр, он вообще по разным подсчетам от 30 до 50 тысяч было его население. Он соперничал по числу жителей даже с такими европейскими столицами, как Рим, Париж того времени. Естественно, это очень большой полис. Так вот, что такое полис, что такое город в то время? Каждый город на самом деле — это был определенная точка, определенный маршрут, определенная точка маршрута торгового, перемещения товаров. И вот по этим торговым маршрутам на самом деле переходили не только товары и локальные бренды, но еще и технологии, технологии их производства. Что же, не страшно, я и без этого, вот, бумаги просто, подсказки мои улетели. Так вот, те промыслы, которые сегодня мы являются брендами Республики Татарстан, они имеют многовековую традицию, как и многие другие наши, в том числе, события. Например, праздник Сабанту, который хорошо знают не только в Татарстане, но и за его пределами. Первое упоминание о нем было в XIII веке, во всяком случае, сохранившееся на надгробном камне. К чему я это все говорю? Дело все в том, что долгие три века в основе любого производства лежал тираж. То есть было повторение того или иного процесса. Чем отличаются народные промыслы от сувенирной продукции? И что именно, и какая именно компетенция у мастеров народных промыслов, она является доминантой. Это вариативность. И на самом деле, если мы переведем на русский язык, что такое креативные индустрии, что такое креативная экономика, это экономика и индустрия, во главе которой стоит вариативность. То есть ни один товар, даже если он вышел из рук, был произведен одним и тем же мастером, он не будет похож. Почему? Потому что очень велика доля ручного вклада, ручных компетенций, и соответственно каждый товар будет иметь свое лицо. На самом деле, долгие годы мы все стремились к унификации. Сегодня мы все ходили, те, кто постарше, вы помните, супер были австрийские сапоги. Все ходили в одинаковых австрийских сапогах. Или там какие-нибудь очереди стояли. То есть мы все стремились к одинаковым костюмам, к одинаковой обуви. Сегодня мир другой, молодежь сегодня другая. Сегодня очень большое поколение стремится к творческому выражению, к тому, чтобы найти свой облик, свой имидж. И вот креативная индустрия – это очень хороший рецепт для тех людей, которые хотят и могут выразить себя. Для вашего развития в комментариях напишите ответы на три вопроса. Первый. Какие выводы можно сделать из-за этого определения креативности? Второй. Почему спикер определяет уникальность ключевым понятием креативной экономики? Третий. Как определять понятия в быстро меняющейся отрасли? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...